Всем привет, с вами на кенте мы начинаем проходить The Elder Scrolls 4 Oblivion. Долгожданная игра на моём канале, которую я наконец-то буду проходить. Да, эта игра, я считаю, самая лучшая из всей серии. Потому что в ней, во-первых, много миров, где мы можем играть. Да, некоторые из них непостоянны, некоторые появляются из-за квестов. А есть два с половиной мира, которые активны. Два с половиной, потому что, ну, получается, третий, его можно считать за половинку мира, потому что проход туда позже мы должны будем закрыть. Так что он не особо важен, но довольно интересен. Что ж, в Oblivion, помимо игры, ну, собственно, в игре тоже, и в самом лоре, и в сюжете, полно всяких интересных вещей. Например, можно взять часть из лора The Elder Scrolls, когда была Первая эра, вроде бы 453 год, и была Великая война против имперцев, против Айлейдов. И там на помощь имперцам Талос послал Пеленала, который как раз-таки помог в битве с Айлейдами, которые основались в имперском городе. Это вот здесь вот. То есть, этот город. Собственно, еще Шпеленал испытывал частое безумие по отношению к эльфам, из-за чего, гоняясь за этой расой, он случайно забрел на земли коджитов. После чего, приняв их за новую разновидность эльфов, из-за того, что у них как бы лучше не человеческие, а такие застроенные, как у эльфов. Ну, они же как бы коты. После чего истребил где-то 70-60% их расы, после чего осознал свою ошибку, и дальше пошел воевать против Айлейдов. Что ж, мы к этому еще вернемся. Перед началом самого геймплея я поставлю несколько целей. Во-первых, я собираюсь найти седьмой том, который называется «Песня о Пеленале». Это единственная книга во всем за Дроткаролсе, в которой есть цветная картинка. Ну как картинка, скорее, ну нарисованность покраской. В общем, найти ее за все прохождение. Во-вторых, прийти на Дрожащие Острова. Да, это спойлер, это такое измерение. Каблевио на DLC, это тут предлагается. Завершить его, то есть закрыть в него врата. И третье. Вступить в Орден Девяти Рыцарей. Там же мы можем... Там же нам может выпасть шанс сыграть за Пеленала. То есть вернуться в первую эру из четвертой. Действие самого Боливина происходит в четвертой эре. И там уже за него игра срочется с кое-каким врагом. Каким я сейчас говорить не буду, чтобы не спойлерить. Что ж, начинаем. Новая игра. Я родился 87 лет назад. За 65 лет, я руководил Тамриэль. Но за все эти годы, я никогда не был руководителем моих мечтах. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. Продолжение следует... 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 сколько я нашел мест, сколько отмышек было сломано, точнее, сколько было взято, сломано, сколько я забрал душ, сколько я закрыл врат обливина, ну и так далее. Значит, четвертая закладка это, я не помню, что здесь находится, так что не пропускаем, тут находятся все ваши скиллы, спишется уровень, насколько он улучшен, дальше полоска будет писать временем арсти, в зависимости от того, что вы улучшаете, и повышается уровень, вот, алхимия и так далее. Дальше, второе, это ваши основные навыки, то есть сила, интеллект, значит, интеллект и willpower влияют на то, как ваша магия будет восстанавливаться, со какой скоростью интеллекта на количество этой магии. Ну, также ловкость, скорость, стойкость, красноречие и удача. Удача самый бесполезный параметр, так что не советую вам его качать. Ну, собственно, все. Дальше инвентарь. Тут находится, собственно, все, тут только оружие, тут только одежда, тут только зелье и всякие алхимические растения, ингредиенты, зелья, это и переносная ваша лаборатория. Да, опять же, в отличие от Скайрима, здесь нужно таскать все с собой. И, честно говоря, тут интереснее это делать, потому что в Скайриме я ни разу ни одного зелья так и не сделал, а тут надо. Ну, и, собственно, всякие, ну, мусор, ключевые предметы и так далее. Дальше это наше здоровье. Собственно, вот, у нас тут есть глаз испуга, то есть мы можем деморализовать врагов, то есть оставить их убежать, если они до 25 уровня. Так же вот, глаз ночи, огонь, также восстановление на 8 единиц на себя. А, да, невидимость мы приобретаем позже, когда выбираем знак. Ну, тут, в общем, просто идет распределение, а это активные эффекты, то есть тут показывается то, что, ну, полезные эффекты, неполезные, вампиризм и так далее. Дальше у нас идет карта, но это мы уже слегка заметили, это карта самого какого-то здания или пещеры или так далее. Это глобальная. Собственно, вот наш Стеродил, он довольно огромный, больше, чем Скайрим. Стеродил граничит с Скайримом, собственно, Хаммерфеллом, Моровиндом, ну, еще чем-то. Тут активные квесты, тут, собственно, все квесты, которые только есть, ну и выполненные. Сейчас мы вроде бы должны дождаться Императора с его стражей, чтобы он нас вроде бы выпустил. О, вот и Стражник. А вон и Император. Семптим, пятый или четвертый, я не помню уже. Ладно, стоим у стены. Да, тут так же, как и в Сталкере, нужно слушать, что они говорят, иначе вас ждет смерть или штраф. Да, мне сказали, становись, стань назад, то есть возле этой стены. Значит, он говорит, что мы были в его снах, и то, что звезды все же не врали, а то, что нас послала судьба к нему. Ну, кстати, но для игры 2009, возможно, еще раньше года, это довольно неплохое начало, собственно, весь геймплей. Значит, он говорит, что некие ассасины убили его сыновей вроде как, и собирались убить и его, но он сумел сбежать сюда к нам в тюремную камеру со стражниками. Ну, можно спросить, кто вы, ну, и почему я в тюрьме, мне кажется, интереснее, почему я оказался в тюрьме, раз уж охранница сказала, что я не виновен. А, ну, говорит, что это была ошибка, отлично, соседи начали попускать фейерверки у меня за окном. Спрашиваем, кто вы. Так, значит, я ваш, я твой император, Уриэль Сектим. Ээээ... А я, в общем-то, гражданин Тамриэля. Ну, Тамриэля, это, в общем-то, весь материк, на котором находятся все эти провинции Хаммерфилла, Сиродилла, Моровин, Скайрим и так далее. Так, значит, что я должен делать? Да, тут, наконец, все это время потайный кирпич. В общем, если вкратце, мы должны закрыть врата в Обливиан. Ну, это просто вкратце, прям совсем. Да, идем. В 5 быстрое сохранение, в 9 быстрых загрузков, собственно. У нас пока оружия нету. Можем продвинуться дальше, пока не идут, как улитки. Тут сейчас должны появиться ассасины, вроде как. Кстати, прыжок на И, английскую. Это, мне кажется, даже удобнее. А, например, взаимодействие на пробел. Это намного удобнее управление, чем, если наоборот. О, а вот и ассасины. Ну и, конечно, драться с ними проблематично, но... Если есть шанс что-то украсить или взять, то почему бы и нет? Главное, что сами мы не погибнем сейчас. Кстати, вы сейчас можете спросить, что это за частицы такие? И почему же они были в одной броне, а сейчас оказались в каких-то робах? Дело в том, что они используют магию призыва брони. Да, в отличие от Скорима, в обливании эта магия все еще имеется. И они призывают диагическую броню на себя. Так, забираем зелье. А, также мы имеем ограничения по весу, как в Драк Солсе. То есть сейчас я могу выносить максимум 200 килограмм с собой монеты и защита. Ну, всякие характеристики, типа, сколько стоит, если продать такое-то оружие, его вес, его урон и прочность. Ладно, просто ждем мы императора. Ну, что, я же не могу их пройти, ты должен ключ. Отлично. А, мне штраф случайно не зря... А, фух. Ну, давай, открывай. Так. Ну, убрать руки это на F, чтобы атаковать, ну и поднять их. Ну, понятно. Э. Что такое? Аааа! Откуда тут крысы? Тут их не должно было быть. Почему дверь закрыта? А. Я забыл, что здесь дверь закрыта. В общем, теперь вы должны... Теперь вы... Нуждаетесь в оружии. Проверьте капитана Реналса. Ээээ... Точнее, его труп. Чтобы открыть... Ну, чтобы открыть, его нужно нажать в спейс, или то, что вы поставили. Эээ... Так. А я хоть болезнь не подхватил. Да, здесь можно заболеть. То есть, если вас достаточно будут бить крысы, то вы заболеете. Чтобы вылечиться, вы можете использовать зелье... Зелье снятия отравли... Не, снятия болезни, или полечиться уместного алтаря. Эээ... Ну да, чтобы открыть, типа, неударь, нажмите на Tab. Ну и так далее, это... Ну, уже, собственно, проходили сундук. О! Топор, самое худшее оружие во всем Обливионе. Ну, не именно этот топор, а, собственно, все топоры. Щит, лук, скелет... О, стрелы! Отлично, шесть отмычек. Сапоги. А, опять крыса! Я его, конечно, услышал, но не заметил. Кстати, тут даже боевая система лучше, чем в Скайриме. Тут интересно сражаться с врагами. Тут щиты нормально работают, а не криво. Криво в том плане, что, в Скайриме, если вы защитите щитом, то даже если вас будут бить в спину, будет считаться, что они бьют по щиту, а не в спину. Да, и тут система взлома тоже довольно сложная. Да, тут она намного интереснее, потому что чем легче замок, тем больше будет открыто вот этих вот... Ну, я забыл как называть вот этих штук, короче. Можно автоматически открыть замок. Или вот так. Отлично, золото, сапфир можно продать потом. Так, что дальше у нас есть? Так, я, пожалуй, возьму факел в руки. Так, бочка, стрелы. Дубинку я использовать не буду. Ага, ну это мертвый гоблин. О, восстановление магии 50 единиц. Заглядание хамелеона. Огненный... Урон, ключ и три отмычки. Хамелеоном вы типа становитесь невидимым. Но тут еще есть проценты. То есть, чем меньше процентов, тем лучше вас видно. Даже когда вы активировали невидимость. Да, можно открыть эту дверь с помощью этого ключа. Или взломать ее. Так, теперь вы должны использовать магические навыки. Ну, нажимаем. Тут, в общем... Можно нажимать на цифры и выбирать, что вы сюда хотите поставить. Так, на четверку огонь, на тройку исцеления. Так, меняем. С это использовать заклинание. Собственно, все. Мы убили крысу. Открываем... О, еще здесь стрелы. Лук. Но мне пока лук не нужен. Возьму пока что так. Еще отмычки. Факела. Так, значит, что мы по броне. Чтобы выбросить предмет, вы должны зажать shift и нажать левая кнопка мыши. Все, предметы выбрасываются, типа. Надеваем броню. Так, больше тут ничего нету, вроде бы. Спускаемся ниже. А, еще чуть не забыл. Вставим пока что топор на двуточку, а на единицу двух. Одеваем стрелы. Еще одна крыса. Даже две. И зомби с одной... И с третьей крысой. Так, теперь... Ваша магия на нуле. Вы должны подрагнуть, чтобы она восполнилась. Или выпить какое-то зелье. Кстати, о зомби вы тоже можете подходить к какой-то болячку. Так. Тут разрушенный пол. Сейчас выберу лук. Сейчас будет... А, скрытность тут тоже нормально работает. То есть... Она... То есть... Тут никак в скором времени. То есть, если вас заметили, вас заметили. А в скором времени, если даже вас заметили, но если она у вас выкачана где-то на миллионный уровень, то вас не видно. Например, идет война против вас. Вас вырезка силе в Скайриме, и война прекратилась. А тут такого не будет. Так что в обливине все реалистично. Реалистичнее, чем в Скайриме. О, еще крысы. Да, сейчас пока что лучше используем топор. Со щитом и магией. Да, сейчас крыса меня хоть и не выбила всего ностовость, но все же оглушила. Так, у меня улучшился навык блока. Так. Главное, подлечусь пока что заклинанием. Так, опять крыса. Тут пусто. Значит, кстати, в режиме скрытности вы наносите в... ну, двухкратный урон или трехкратный. Это зависит от того, какой навык... Точнее, какой... Не навык, а... Это как его называют? СМ. Ну, по какому пути вы пошли? Если по пути лучника, то... Ваш урон станет 2,5, а потом уже и 3. А может, и 4. Так, берем щит. Все остальное. Сейчас я выброшу ненужные. То есть, кости и черепа. Так, что я тут еще подобрал? Шлем надеваем. Меняем щит. Ой. Тело не уложать. Штуча надо кинул. Выбрасываем этот. Так, что тут у нас еще есть? А, еще один сундук. Берем золото. Поднимаемся вот здесь. Там ничего. Тут тоже ничего. Крыса. О, как вся... Я перепрыгнул еще, оказывается. Так. Еще одна крыса. Даже, наверное, две. Так. А, вот она. Так. Тут уже виден связь. Значит, мы близко к выходу. Собственно, вот и выход. Почти что. Бочки у нас. Эль можно пойти продать. Или использовать для создания земли. Вроде как его можно, то ли нельзя. Я не помню точно. Опять крыса. Используем огненную... Огненную магию. То есть, фаерболл. Еще раз. Так. Собираем все... Все, что находится на пути. Кстати, здесь еще не факт, что вы с первого раза что-то соберетесь. То есть, может возникнуть надпись, типа вы ничего не собрали. Так, золото, отмычка, рубин. Сундук. Отлично. Отличный улов. Так. Значит... А, ну понятно. Кстати, если... Вроде бы белый пещерный гриб смешать в переносной аллухимической лаборатории с мясом любым, то получится изделие исцеления. Так. Это вход в пещеру с гоблинами. Выбираем лук. И идем в скрытности туда. Кстати, безоруживая двигатель быстрее, но мне... Ну, вовремя, прямо. Я уже начал брать стрелу. Так. Отличный двукратный урон. Я значительно ему покотал здоровье. Как видите, враги тоже умеют в облимине ставить блоки. И к тому же, в этой игре враги будут пытаться вас как-то обходить сбоку или сзади. Чтобы вас убить. О, это был вроде как яд. О, кстати. Вот, мы подобрали... Ну, вот эту штуку, я забыл, как называется. И здесь мы можем уже создавать зелье. То есть, можно смотреть, что оно дает. Типа, это, например, повреждает удачу. С ним ничего смешать нельзя. Так что пробуем остальные. Если смешивать овощи, то получится зелье на восстановление выносливости. Так, отлично. Это яд на повреждение здоровья. Используем его на топоре. Так, крыса жареная. О. Это у нас сундук. Забираем все, что тут лежит. И идем... Так, пока не хочу брать этот квест. Поначалу давайте выйдем просто из пещеры. О, ловушка. Даже растяжка есть. Ну, давай, иди сюда. Не достало, ладно. Я думал, что... А, я сделал зелье, которое вот постепенно понижает здоровье. Я думал, что фразу, типа, без какого-либо таймера... Да. Каждый раз новые зелья, без повторений. Опять крыса. О, бревна. Сталкиваем их. На лучника. Минус два. Я бы сказал страйк, но их тут двое, а не трое. Так, локс такой же, как и у меня. Забираем стрелы, отмычку. Вон, сундуки. Тоже неплохо, но все же мало. Я тут без замка. Ну, я бы не сказал, что хорошо, потому что все же в этой игре интересно взламывать какие-либо замки и так далее. Двери меня заметили. Хоть я и присел, как видите. В общем, дело в том, что вы можете махать, прыгать бесконечно. То есть тут выносливость на это не влияет. Она влияет на то, как сильно вы бьете. То есть, чем ее у вас больше, тем сильнее будет удар. Я это сам выяснил путем геймплея. О, еще один пришел. Так, все, у нас опять двое. Ладно. Все равно используют и мясо крыса для создания зилей. Там я пока ничего не вижу. Тут вроде тоже ничего нет. Ага, там за забором крысы. О, это у нас вроде как чародей, гоблин. Да, он с посохом. И он еще использовал на себе магию щита. Все, минус гоблин. Забираем посох. Так, опять сундук. О, сколько всего вкусного. Так, с помощью ремонтных молотков мы можем чинить наше вооружение. То есть и оружие, и броню. Так. Выход где-то тут должен быть. Ага, вон он. Вроде как. Опять сундук. И все, выход. А, не, не выход. Это просто опять мы вернулись в имперскую канализацию. Кстати, ответственно получается, когда вы просто, например, бежите, зажав shift. Или когда прыгаете. Или все вместе. Всем здорова, я снова вернулся к вам. Ну, честно говоря, помогает император бесполезно. Бесполезно, так как его в любом случае убьют. Он вроде как говорит про девять крестоносцев, или девять рейцарей, в которые я тоже собираюсь вступить, и там уже встретить пеленало. Так, теперь мы выбираем, значит, кем мы будем. Волшебник, ну, выбираем знак, в общем, леди, маг, вор, адронах, лорд. Не помню, как переводится. Ритуал, значит, еще что-то, тень. Когда вы выбираете этот навык, у вас появляется, кажется-таки, навык становиться невидимым на минуту раз в день. Башня. Воин. Так, а я выберу, в общем-то, тень. Готово, да. Ну, это можно пока пропустить, тут ничего интересного нету. А, и, кстати говоря, в отличие от того же Скайрима, где стражники обращаются к вам, например, ты, 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 ты и так далее, тут к вам стражники могут обращаться как гражданин, гражданин Тамриэля и так далее. Ну, ладно. Идем дальше. Так. Больше ничего тут нету. Сюда соберетесь пойти, тогда и сюда. Все равно выйдем здесь. Главное не ударить стражника, чтобы на меня штраф не повесили. Так, у меня еще, правда, здоровья стало совсем мало, поэтому выпиваем зелье. Ничего, ничего. Опять-таки, идем дальше. Так. А, это и он, я думал, это еще один. А, не, опять еще один, все же есть. А, не, опять же, я думаю, это уже ближе к выходу. Как видите, отличие от того же, опять же, Скайрима, я повторяюсь. Тут NPC даже мог какие-то жесты подавать при знаке жизни, а не одни и те же реплики. Типа, стражники уже, если они когда-то стали в Скайриме. Вот я когда-то был тоже таким же храбрым, храбрым воином, как ты, но мне прострелили колено, это уже просто раздражает. Одни и те же реплики кучу раз. А у них тут, хотя бы их не три, а где-то, ну, штук пятнадцать. А, это ловушка, он говорит. Так как ловушки, так как двери сломаны. Опять враги. А, не, мы просто пойдем в другой проход. Да, тут все и закончится. Ну, лично для императора. Ну? Ладно, подождем. Тут. Ну? Он нам дал амулет рыцарей. Ага. Значит, нужно найти его и закрыть врата в облике. Я сейчас не мог ничего сделать, так как мне не позволяла игра. Так как по сюжету император должен был только что умереть. Но, к сожалению, его нельзя обыскать. Да-да, мы провалились. Я доставлю амулет тому, кому надо в Бруме. Ключ от Баура. И сейчас теперь мы должны выбрать класс. Тут, как видите, уже другая менюшка. Так, ну, акробат... Ну, у него, конечно, тоже есть... В общем, у него есть взлом, скрытность, акробатика, лучник он, блокирование, ну и так далее. Так, ассасин. Легкая... А, не, легкая броня мне не нужна. Барда, честно говоря, самая бесполезная. Так, нет-нет, это не рыцарь, не маг, не священник или кто это? Монак. Монах. Так, разрушение. Ага. Что еще есть? Скаут? Нет. Вор. Так-так-так, легкая броня нет, не подходит. Самые хорошие атрибуты это скорость и ловкость. Что у ассасина было? Скорость и интеллект. Так. Колдун-охотник, типа. Ну, ладно, выберу, пожалуй, поина тут. Custom Combat Magic Stealth. А, Stealth. А, на что, типа, вам дастся 10 навыков? Пожалуй, на атаку. Так, теперь можно выбрать два своих любимых атрибута. Это, пожалуй, у нас будет... Сейчас, сейчас, сейчас. Сила и ловкость. Так, теперь еще кое-что нужно выбрать. Так, алхимия, главное. Это что такое? А, восстановление. Атлетика мне не нужна. Так, клинки, блок, разрушение, иллюзия, стрелковое оружие. А, вот это как раз такое восстановление. Нет, тогда я сейчас уберу с чего вот этого. На секренность. А, еще взлом. Я много буду еще взламывать. Ладно, алхимию пропустим. Вот так. Ну, класс. Ладно, пусть так и остается. Да. Да, вот мы создали свой класс. Так, значит, в приоритете у нас сила, ловкость. Так, ага. Ну, все нормально. Готово. Да, я понимаю. Так, теперь нам нужно доставить амулет. Значит, я нашел запись из... Так, ну, понятно. А, не-не, это доп-квест из дополнений. Берем, доставить амулет. Нужно доставить его в Хорл. Вот сюда. Это недалеко от Амперского города. Это всего лишь в 50 километрах. Если пешком. Да-да-да. Это все управляются доп-квесты. Из DLC. Так, вход в канализацию. Такс. Да-да, опять хвест. Да, промазал. Третий раз промазал. Чит. Попал. Доп-квесты я тоже, скорее всего, буду выполнять, но это не точно. Так. Вроде бы... Кстати, красный маркер указывает, ну, типа, на основную часть квеста. Так. Сейчас мы, вроде как, идем в нужном направлении. Да. Так, эта дверь открывается механизмом. Да, и вот путь наружу. Да, мы можем тут напоследок... Вернее трансфер, если она вам не понравилась. Значит, знак рождения. Класс. Или закончите выйти на свободу. Да. Выходим. Собственно, мы закончили туториал. Там находится пещера с бесом. О, корень нирна. А, не, это просто грибы. Ладно, соберем все равно. Краб. Это не грязевой, а обычный краб. О, ну, а не, это уже грязевой краб. Перепутался с крабами из Керима. Чтобы нанести сильный удар, вы должны сажать его кнопку мыши. Так. Сейчас я в ступке что-то собираюсь создать. Так, пока ничего. Так же можно смотреть, что они дают, и тем самым выбирать, что подкурить для такого-то зелья. Так. Это остатки... Остатки строения олийдов. Небо, конечно, красиво вместе с деревьями, полями и горами. Напоминаю, у меня сейчас высокие настройки стоят. Вы только взгляните на эту траву. Она же такая детализированная. И, заметьте, там всё в мыле, потому что... А зачем прогружать то, чего там, где игрока нету? Так что это смелое решение и правильное. Потому что прогружать всю карту полностью, во-первых, это... Очень затратно по ресурсам. О, дождик пошёл. Ладно. Есть быстрое перемещение, соответственно. Можно переместиться возле конюшни, чтобы наш путь был более быстрым. Можно, естественно, покупать лошадей и так далее. Но в зависимости от того, какой город, такая будет цена на лошадь. То есть, чем ближе к столице, тем дороже лошадь. Ладно, думаю, к Хорролу я пойду уже в следующей серии. А на этом, в принципе, всё. С вами был Анакентий. Всем до свидания. Ждите новую серию в следующую субботу. Она будет более красочной. Всё. Всем пока.